А шальники дома, дом достроили, строили, строили и достроили. Закончили. Поздно. Все покажу потом. Что? Последствия после недельного нашего отпуска, так сказать. Немножко вот здесь сыровато, конечно. Вот та часть более сухая, особенно середина. А еще сейчас наверх залезем, там посмотрим. Ну там целиковый кусок, прям 4 на 4. Сейчас туда залезем, там посмотрим. О, барашки пришли. Бараны, привет! Молчат. Смотрите, не пропилив. Так, ну что, сегодня итоги дня. Или полдня девятого, получается, девятый день строительства. Сегодня у нас вот что произошло. Мы возвели, так скажем, небольшую часть стены из пеноплекса или стеродура черногорские. Ну вот, собственно, пятерка, 5 сантиметров толщина. Ну вот, завтра посмотрим, как все это держится. Сейчас не хочу простукивать. Ну, вроде бы как держится ок. Вот, посадил на пену с одной стороны, с другой стороны. И перед тем, как присоединять их, стык сначала промазывал, ждал примерно 3-4 минуты. Вот, стык и низ. И потом прислонял к другой части, и они склеивались прямо вот как клеем. Прикольно. Здесь была немножко другая технология. Сначала приставил, а потом пропенил. Неправильно. А вот здесь уже стыковал. Соответственно, видно, и расход пены меньше немного. Ну вот, собственно, один уголочек готов. Сейчас уже, где она там, луна? Вон там луна уже. Сейчас мы будем уходить уже домой. Готовить ужин опять. Ну и все по процедуре завтра. Надеюсь, что буду стоять уже под крышей. Привез еще кое-что. Завтра посмотрите, что я привез. Будем наслаждаться бушкрафтингом. Ветер мало заебало. А имам мало канапа, па га завежем на крај. Има под мене, где са они двој. Наш. Лёх! Некадам додаю до нога канапа, па га завежем на крај и на серед, и овде. Лёх! Лёх! Дам! Ой, заборави ту, најдолју удолје. Не, я си ту, најдолју лету засрати. Ооо. Не, но лету ту, најдолју удолје. А, удолје тоа? Э, да не заборави. Да да, нужно перестарти исти. Због тога. Да. Да ујдолју күше 、 одdriјоси немол отрагава вянисто. Дいて. Да, јдилиpis. Да да. Yep. Ооо немачов однашка вн истинф viktigна. утро доброе а там не мой домик а вот там внизу мой сейчас покажу и так сегодня уже 10 у нас день стройки домика в горах за энное количество евро и евро и евросиков в канюне реки мыртвицы наступает потихонечку весна утром еще конечно прохладника и ветра тут какие-то зашли я он увидите в теплые еще в жилетке в теплой короче как капуста ну и так вообще рекомендую одеваться но собственно говоря видео не об этом о домике вон там вон там домик собственно говоря сайте каком живописному красивом месте он находится каньон реки мертвеца там прямо за домиком сам сама речка река называется мертвеца место оттуда если проехать там называется местовое мертв дубоко что в переводе означает глубоко мертвое место ну река мертвая поэтому купаться в ней запрещено пить воду из каньона запрещено и подходить близко тоже запрещено особенно тем у кого отрицательная энергетика около положительное можно и пить и купаться и рекомендуется вот такой злодей да ну и как я сказал смотрите сегодня у нас какой-то там марта же он почки распустились уже цветочки есть где-то беленькие на вишни на яблонях кстати вот эти цветочки тоже распустились это весенний первоцвет называется примула вот так берете цветочек вот не оторвая камеры если 10 цветочков съесть ощущение как будто в половину чайной ложки сахара съели а в двух листочках примула содержится суточная норма витамина c если не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте ну и естественно у него есть еще дополнительные свойства лекарственные полезные но как бы я использую только то что знаю и то что мне необходимо правильно сказать вот так сначала необходимо потом то что знаю еще конечно очень много других лекарственных трав растений произрастает черногория потому что в черногории 5 климатических зон сейчас здесь вот такая температура днем ветер спадет будет намного теплее должно быть плюс 17 как передает гис метео вот тем самым на севере черногории сейчас минус 15 и например там национальном парке дурмитор около пяти метров снега и еще два горнолыжных курорта где с утра до вечера люди катаются на лыжах на сноутбордах и так дальше все продолжаем стройку сейчас буду потихоньку спускаться туда покажу что там мы вчера настроили здесь есть такое местечко этом большого огромном участке где мы когда-то с детьми первый раз я приехал сюда мне очень место понравилось собственно я начал его развивать всячески по-разному ну и собственно вот здесь первое кострище которая когда-то лет семь может быть восемь скажем так сооруду соорудил и после этого уже здесь копали столб потом такую цепочку повесили с крюком сейчас покажу вот он этот крюк и соответственно этот крюк можно подвешивать казан там все хочешь и можно высоту регулировать вот таким образом называется эта штука береги так вот многом этот вечеров просидели с детьми со взрослыми кто знает это место вспоминает его вот последние моменты так скажем виды который был и который будет после собственно говоря хозяин этого всего участка он туда большой участок идет независимо от этого дома потом туда уходит туда вверх тоже большое пространство большой кусок земли его так вот попросил он говорит давай сделаем здесь какой-то крышу я был конечно вообще давайте только руками и ногами за привез металлические столбы собственно их нужно вкопать и сделать небольшое укрытие от дождя вот собственно говоря уже начал копать первая дырка пошла все процесс пошел домик моего там находится крыша видно только а шарик его на дом достроили строили строили и достроили теперь в ровень выпирать будет а по колодник только не сделали зарплаты нет работы нет и сигарет тоже нет без веса ванна начальники зарплата где 500 рублей в месяц а то домом она шайтаном она будет если зарплата не будет разберу его по винтикам мне в душам бей ждет семья дети а ты 500 рублей мне не платишь на шариком она уже месяц работаем зарплаты нет работы нет пока увольняюсь вот что у нас получилось еще осталось несколько дырочек снизу сверху он потом заделаем вот физкульт пауза ну и баранам тоже нужно отдохнуть я лёха скажет ты кого баранам назвал сайт солнышко цветочки распустились и не сюда то ли я бы меня наверное яблони или слива какие белые цветочки и да да вот тут белые там желтенькие все распускается уже закрывается потихоньку идти посмотреть топового гида черногория что он все сделает и так вашего внимания смотрите какой домик он это в любом случае запикает видите какой это не домик это домище целый дворец топового топового блогера черногории гида и вообще вся руси готова так ну что подходит десятый день к своему завершению сделано полторы стены и на втором этаже тоже частины сейчас покажу значит не снимал видео по причине того что весь в работе прям в азарте в азарте потому что стены выстраиваются хочется бам-бам-бам а вот эти вот конечно буковки так скажем или поперечины которые под разными углами их сложно вырезать нужно вырезать нужно не просто там пеноплекс этот пам-пам-пам ровненько приклеиваешь и и все окей нифига нужно каждую вот вымерить да сейчас подойду покажу посмотрите общий план сначала вот получается эту стенку мы почти полностью сделали дизайн сверху там под крыши уже осталось но основное чтобы от дождя от ветра все максимально постарался защитить значит эта стенка тоже половину видите да ну еще вот за два дня ставили с этой стороны два окна таких окна окнище практически треть если не половина стены вот но здесь на я сейчас потом покажу если там есть определенный минус который в свою очередь есть плюс значит здесь у нас видите да из кусочков кампам-бам-бам все это короче приходится вырезать все это приложить чет неправильно вырезали опять прикладываешь опять вымеряешь опять контину этот конечно очень много занимает времени сверху уже поставил солнечную панель которая работает естественно от солнца и когда я становится темно она автоматически включается при движении датчик движения там есть вот на втором этаже на втором этаже он частины уже есть с этой стороны пока еще ничего не делали потому что нужно изнутри сделать пропил так скажем проход на второй этаж вот это окно у нас получается сквозное здесь у нас получается ку-ку-ку где где-то ку-ку ну или еще как-нибудь можно придумать айфоризм и с этой стороны у нас получается еще два больших огромных окна вот так вот крыша белая шурупчики все белые белоснежная надеюсь что она будет хорошо отражать солнечные лучи и под крыши не так будет жарко но в любом случае надо наверное чем-то закрывать делать скажем так термоизоляцию а там посмотрим есть одна задумка сделать ну или вы подскажете может быть есть задумка сделать все таки прям под самой крышей сделать из трубы сто десятки вентиляционное отверстие так как электричество здесь нету ари речка вот там прямо находится вот то ну кстати может быть вариант со стороны речки откуда всегда есть прохлада вот оттуда наверное лучше сделать будет ну или вы предложите свои варианты как это сделать какой-то дополнительную вентиляцию но вот та сторона со стороны речки всегда темная никогда не бывает солнца ну и соответственно идет прохлада и если оттуда сделать вентиляцию наверх то наверно ну или снизу тоже наверно сделать нужно как думаете но подскажите я не строитель я первый раз жизни это вообще все делаю где-то конечно делаю как лошара последний но где-то что-то нормально наверное делаю но я эти специалисты я разрабатываю сайты и лицензированный гид по черногории и сейчас еще и данный момент делаю так скажем документы для того чтобы быть лицензированным в сфере школы выживания но об этом отдельно вот дверь собственно менять будем потому что она для внутренних для внутренних ну естественно все обшелушилась и разбухла чуть-чуть не знаю вот видно тут мне короче она разбухла вот тут повесили уже настя моя жена любимая подарила нам белку вот она белка и собственно у нас каролина я всегда ним белка и она тут уже пристроила орешек к белке чтоб она все время тянулась это белка к орешку так заходим внутрь что у нас внутри у нас внутри уже тепло кстати вот прям вот прям прилично тепло не так как на улице хотя вот полторы стены всего сверху опять же видите да дырки пока их еще не заделал вот это у нас окно получается сквозное и она прозрачная вот открывается потом это открывается и вот так открывается и может туда наблюдать закроем а так и закрыть все хорошо закрывается нашел это окно возле прям свою дом вот вот это окно тоже нашел но она была в раме раму в прошлых сериях показывал что раму съели и жуки это дерево даже сюда не привозил его спалил чтобы даже жуков здесь и не пахло ими вот эти все окна они все видите да они с одной стороны они прозрачное окно с другой немножко такой с рисунком получается как матовая то есть через него свет будет попадать но ничего не будет видно вот одно стекло правда было треснуто вот эти все раз два три 4 5 все пять окон тоже нашел на свалке возле дома вот они абсолютно чистенькие новенькие даже кстати моя жена их не видела но прикольные поможет что скажете ничего не видно через них но но такие какие-то силуэты видно но любом случае солнечный свет самое главное через них будет проходить и на втором этаже на втором этаже будет вот это окно большое вот это здорово окно и еще одно окно тоже прозрачная на ту сторону здесь у нас тоже получается типа куку или что-то похожее может быть у вас еще какие-то предложения будет что здесь написано прямо по моему тоже куку куку короче рома сдвинулся вот это окно не знаю куда его влепить надо его вообще влепить или просто и еще там и есть еще одно окно и из них сделать как небольшую теплицу ну потом еще какие-нибудь окна найду вот собственно говоря крыша крыша не показывал она видите с утеплением внутри с таким гидропароизоляцией сразу приклеены уже к металлическому листу все прокрашивал все досточки которые будут скажем так воздействовать с окружающей средой защитил он их от влаги вот все остальные части еще не прокрасил потому что основное нужно было прокрасить то что будет уже под лимом и никогда под металлочерепицы и никогда уже не будет нет не будет возможности все это дело покрасить долгий рассказ что еще какие нюансы да в принципе нюансы такие ну берешь стиратур вырезаешь полепишь залепливаешь единственное все два дня вот только сейчас ветер стих все два дня ветер дул такой что мама дорогая поэтому приходилось делать вот так стиратур зашурупливать на шурупы вот чтобы его не сдуло и пока ты его зашурупил пены запенил так скажем маслом замаслил ну и собственно потом их обратно выкручиваешь когда пена уже стала твердой да кстати вот по поводу твердости у меня спрашивали но давайте не знаю как видеть ну то есть естественно если там головой и стукнуться и очень хорошо то наверное может быть и пробьет но вот здесь кстати ширина такая приличная около метра даже больше видите ну как гипсокартон но это еще без учета сетки и клея есть еще и сетка и клеем все это сделал закрыть то должно быть вообще намертво ну и опять же в принципе сверху еще кусочек по не хватает поэтому дается некую вибрацию когда все это обклеится потом здесь все это снутри я тоже потом потом все расскажу а то не захотите потом смотреть все эти мои дальнейшие серии я с вами на этом прощаюсь едем опять домой потому что ребятам нужно работать легкий огромное спасибо алексею он занимается ремонтом сотовых телефонов карлина просто живет живет наслаждается жизнью но им огромный большой респект огромное большое спасибо спасибо большое ребята от души вы крутые молодцы я конечно тоже иногда такой на стрессе потому что это не получается что-то еще но хочется быстрее все сделать с одной стороны хоть с другой стороны хочется немножко качественно сделать знание не особо поэтому буду признателен и вашим рекомендациям ну и всем вообще и ребятам этим в том числе веско и кампу веско вот этому где территория вот эта вся большое спасибо веско он разрешил здесь строится не буду вдаваться в подробности разрешил строится в принципе здесь рядом есть душ туалет горячая вода там бойлер солнечные панели есть также там же рядом есть электричество но надо идти это там получается вот где я показываю там это вот там поднимаешься в горочку потом там еще метров 50 может быть 70 50 ну и собственно там есть немножко цивилизации а здесь я себе вот такой кусочек вырвал вне цивилизации ну и буду делать солнечными панелями есть целые целая система солнечных скажем так небольшая недорогая абсолютно система солнечных панелей собственно и там есть три лампочки юсби можно юсби порты есть можно телефоны заряжать все время хочу быстрее сказать поэтому иногда вот так вот разговариваю я поэтому простите уж мысли убегает вперед есть такой тип людей кто разбирается психология есть такой когда опережают мысли слова все на этом точно все всем пока до свидания спасибо за просмотр подписывайтесь и и благодарен вашим комментариям прям признателен ну и приезжайте в гости приезжайте в черногорию лето у меня детские лагеря школа выживания очень интересные живописные походы ну и и просто можно не обязательно ходить в походы есть определенные туры многодневные я показываю эту красивую замечательную страну которой я собственно живу всем пока